Мне бы хотелось, чтобы у людей некоторых профессий было как можно меньше работы, а лучше, чтобы не было совсем. Это врачи и стражи правопорядка. Увы, пока это невозможно. 15 января исполняется 5 лет с момента создания Следственного комитета Российской Федерации. И сегодня у нас в студии старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России Почуваши Олег Дмитриев. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. И у меня первый вопрос. Для чего создали Следственный комитет? То есть в структуре правоохранительных органов выделили такую отдельную субстанцию? Ну, Ольга, могу ответить на этот вопрос следующим образом. Уже в последние 20-25 лет в России продолжается правовая реформа. Раньше была прокуратура, которая занималась расследованием уголовных дел и поддержанием государственного обвинения в судах. Очень долго шли разговоры о том, что необходимо эти две функции разделить, чтобы обеспечить независимость и государственного обвинения, и следствия. И в 2007 году эти разговоры реализовались в указ президента, в соответствии с которым с сентября 2007 года был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. Тогда он еще продолжал оставаться в органах прокуратуры, но к его полномочиям были отнесены как раз функции расследования уголовных дел, тех уголовных дел, которые ранее расследовались органами прокуратуры. В последующем, уже в январе 2011 года, 15 числа, в соответствии с федеральным законом о Следственном комитете Российской Федерации, Следственный комитет был полностью выделен из состава органов прокуратуры в самостоятельное ведомство, которое подчиняется непосредственно президенту Российской Федерации. Дела практически все те, которые ранее расследовались органами прокуратуры, это дела о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, в частности убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, то есть наиболее опасные преступления против личности. Также расследуются уголовные дела о преступлениях против половой свободы и неприкосновенности личности, это изнасилование, насильственные действия сексуального характера. Все преступления такого рода в отношении несовершеннолетних сейчас отнесены к нашей подследственности, но и с течением времени, пока органы следственные реформировались, к нам были также добавлены ряд других статей. В частности, с 2011 года мы расследуем уголовные дела о налоговых преступлениях, также мы расследуем дела о рейдерских захватах предприятий, ну и среди других, наиболее часто встречающихся в нашей следственной практике уголовных дел, это дела о взяточничестве, это дела о нарушениях правил охраны труда на предприятиях, о невыплате заработной платы, ну и ряд других. Специфика уголовных дел и специфика работы понятна, а вот в Чувашии, у следственного комитета много работы? В 2015 году на территории республики зафиксирован некоторый прирост зарегистрированной преступности, всего было зарегистрировано свыше 15,5 тысяч преступлений, это почти на 14% больше, чем в 2014 году. Наряду с ростом общей преступности, к сожалению, у нас зарегистрирован рост числа убийств и покушений на убийство, зарегистрировано 101 убийства, это на 8% больше, чем в 2014 году. Но одновременно хочу сказать, что зафиксировано снижение других особо тяжких преступлений, особо опасных преступлений против личности, это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевших. Их у нас произошло снижение на треть, 40 против 60. Всего за прошлый год нами возбуждено почти 1600 уголовных дел, завершено расследование почти 1150 уголовных дел в отношении 1280 лиц. Это считается хорошим показателем? Ну, это больше, чем в прошлом году. Нагрузка на одного следователя по направленным в суд делам составляет более двух уголовных дел, а в среднем на одного следователя, то есть производство следователя находится от 4 до 6 уголовных дел. А какие самые интересные или, может быть, громкие случаи или расследования, помните, вот за последние годы? Ну, за последние годы было несколько уголовных дел, которые приобрели достаточно широкий общественный резонанс не только у нас в республике, но и во всей стране. Ну, сразу приходит на память одно из последних уголовных дел, по которому недавно был вынесен приговор, и он вступил в законную силу. Это уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера за опромтрактор-вагон Семена Млодика. По результатам почти двухлетнего рассмотрения в суде, все-таки была установлена его вина в мошенничестве в особо крупном размере, когда было похищено свыше 200 миллионов рублей из предприятия, которое, по сути, является градообразующим предприятием третьего по величине города-республики. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Из других уголовных дел вспомнить, наверное, можно уголовное дело трехлетней давности по факту взрыва жилого дома в селе Тувси Цивильского района, когда два человека погибли. А вот что касается одного из последних тоже дел, это контрафактный алкоголь. Много людей погибло. Вот сейчас на какой стадии находится расследование? Сейчас расследование уголовного дела находится на стадии предварительного следствия. Оно передано для производства в первый отдел по расследованию особо важных дел с учетом его общественного резонанса. Четверо подозреваемых в настоящее время задержаны и арестованы. К счастью, могу сказать, что кроме тех трех случаев смертельных, когда молодые люди гибли после употребления алкоголя с содержанием метилового спирта, больше у нас не имелось. Наверное, в этом большую роль сыграли и средства массовой информации, которые предупреждали граждан об опасности приобретения с рук или в каких-либо других злачных местах непроверенного алкоголя, в качестве которого можно только догадываться, из чего оно произведено. Были вбросы информации в различных социальных сетях, звонили, спрашивали. Могу твердо сказать, что больше фактов отравления метиловым спиртом со смертельным исходом в Чувашской республике с тех пор не зарегистрировано. У нас есть сведения о том, что метиловый спирт имелся только в спиртосодержащей жидкости, который реализовывался под видом Рома, Бакарди Блэк. Поставлялся этот алкоголь из московского региона, по предварительным данным из московской области, в опломбированных фурах. При этом под документом он проходил как соки и воды. Надеемся, что нам удалось практически весь алкоголь изъять, который еще не был реализован, и установить все точки сбыта. Какие современные есть приспособления и техники у криминалистов на вооружении? Это, конечно, психофизиологические исследования с использованием полиграфа, так называемого детектора лжи, который больше его наши граждане знают именно как детектор лжи. Всего за последние пять лет нами проведено, нашими специалистами-полиграфологами, проведено 777 психофизиологических исследований только по уголовным делам, но и по материалам проверок. Я могу успокоить наших телезрителей и сказать, что это не способ давления на преступника для того, чтобы выудить у него какую-то информацию. Потому что, как правило, эти исследования проводятся в отношении потерпевших, свидетелей, но бывает так, что, конечно, и в отношении подозреваемых. Из других средств криминалистической техники могу назвать это источник экспертного света, это цианокрилатовая камера, которая позволяет установить следы преступлений, которые зачастую не видны даже тому оборудованию, которое использовалось ранее. Это комплекс, который позволяет находить уже удаленную информацию с телефонов, различных гаджетов. Это очень часто мы в последнее время используем такое средство, как, ну, не средство, но на вооружение, то есть при расследовании уголовных дел. Этот способ мы используем, это, конечно, судебно-генетические экспертизы, выводится ДНК-профиль, который позволяет установить преступника зачастую. И благодаря этому ДНК-профилю, кстати, некоторые уголовные дела об убийствах и были раскрыты. Также такой необычный, наверное, достаточно способ – это экспертиза запаховых следов, адрологическая экспертиза. Она проводится по назначению наших следователей в экспертно-каналитическом центре МВД при спорке Татарстан в Казани. Основной способ – это собаки, специально обученные, которые, как бы, по запаху могут определить те или иные вещи, которые нужны нам для расследования. Иными словами, у преступников мало шансов. Ну, стараемся, чтобы у них этих шансов было как можно меньше. Конечно, сложности бывают в любой профессии, не всегда своевременно или достаточно быстро удается раскрыть те или иные преступления. Но, тем не менее, я хочу успокоить граждан, что никто, сложа руки, не сидит. Работа постоянно ведется над тем, чтобы виновное лицо было привлечено к ответственности. Спасибо. Я напоминаю, у нас в студии был старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Чувашии Олег Дмитриев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова